Всем привет! Меня зовут Михаил. Рад видеть вас на канале iZender Today. Сегодня у нас распаковочное видео. Их у меня на канале не очень много и все по особо важным поводам. Сегодня таким поводом стал Galaxy Note 8. И перед тем, как перейдем непосредственно к распаковке, давайте я немного расскажу, как так вышло, что я его купил. Честно скажу, изначально, даже, наверное, еще неделю назад, собственно, и не собирался этого делать. Где купил, как купил и за сколько. Итак, сегодня 5 января я записываю данное видео. И сегодня старт продаж смартфона Galaxy A8 2018 года. Именно его я хотел купить изначально. Но так как он новинка, на него никаких акций, рассрочек и ничего подобного не действует. А отдавать за середнячка 35 тысяч рублей, это если простой A8, мне, честно говоря, стало жалко денег. И поэтому решил я отложить A8 до лучших времен. Ну а так как Samsung мне все-таки какой-нибудь хотелось, то я взял вот этот вот Galaxy Note 8. Взял я его в МТС. И тому, что я сделал это имя там, есть несколько причин. Во-первых, там есть рассрочка на флагманы от Samsung. Она в том числе распространяется. В случае Galaxy Note 8 не очень большая, всего один год. Но тем не менее. И вторая это кэшбэк. Причем кэшбэк, в отличие от многих аналогичных предложений у других крупных ритейлеров, не бонусами или какими-то там баллами, а настоящими деньгами. Вам их начисляют на счет в МТС-кошельке, которое затем можно либо оттуда потратить уже на какие-то покупки или оплату услуг, либо просто вывезти, куда вам потребуется. Конкретно за Galaxy Note 8 этот кэшбэк составляет 10 тысяч рублей. На данный момент эта акция действует до 9 января, если не ошибаюсь. Но я практически уверен, что после завершения текущей акции практически сразу или сразу будет запущена какая-то еще, потому что продавать как-то флагманы надо. И МТС демпингует таким образом, не снижая стоимость напрямую. Видимо, по каким-то причинам не могут это сделать, а вот так вот возвращая деньги. В общем, подробности акции, если вы смотрите видео до ее окончания, они есть на сайте. Там можете посмотреть. Но у меня, в принципе, все со вступлением. И давайте уже перейдем к самой распаковке, посмотрим там что да как. Я, конечно, как, наверное, многие из моих зрителей уже видел в других видео, но, честно скажу, пощупать в руках самому, попользоваться очень интересно. Так, и да, не знаю, нужна ли здесь эта оговорка, но это видео не проплачено МТС. К моему большому сожалению, я был бы не против, честно говоря. Я просто наткнулся на эту акцию и решил рассказать вам. Вот теперь приступаем. Итак, ну, сама коробка ничего особо интересного из себя не представляет. Картон. Сделано, конечно, все интересно, но... Картон, он и есть картон. Кстати, да, она была сразу распакована, хотя сотрудники салона, из которого я его забирал, клялись и божились, что на витрине он не стоял, и распаковывали его только, чтобы показать цвет кому-то из интересовавшихся покупателей. Так, давай сначала, наверное, его распакуем. Снимем пленочку. Пишина. Ну, вроде, никаких отпечатков, кроме моих, действительно нет. И, похоже, что, действительно, аппаратик абсолютно новый. По первым ощущениям, ширина действительно небольшая, но, блин, какой он высокий. Вот у меня есть Huawei Nova 2i. Тоже не такой уж и маленький аппарат. Почти 6 дюймов. От соотношения 18 к 9. И вот можете сравнить. Какая разница по высоте? Наверное, почти сантиметр. Ширина. К слову, наверное, чуть меньше. Не знаю, видно ли это на видео. Но оно неудивительно. Потому что здесь отношение салона 18,5 к 9. Здесь 18,9 к 9. По диагонали экрана, это было бы чуть уже и длиннее. Поставим его включаться. А сами, тем временем, посмотрим, что кладет Samsung в комплект своему самому дорогому на сегодня аппарату. Наушники от AKG. Надо будет их обязательно послушать. Это сделаю уже к обзору. Кабель. Обычный самсунговский кабель. С USB Type-C. Запасные амбушюры для наушников. Так, тут все. И далее. Так, а, это, видимо, для стилуса запасные какие-то наконечники. Честно говоря, не было ни разу смартфонов с ноут. И поэтому я не совсем в курсе, что там да как пока что. Переходник с USB. Обычного на USB Type-C. Еще один с USB, с micro-USB на, опять же, Type-C. Вот, по переходникам прям порадовали, не пожадничали. И зарядное устройство до 10, то есть до 9 вольт. Ну, соответственно, быстрая зарядка. Ну, в общем, мы и так все про это знали. Так, теперь все это в сторону. Так, ну и давайте возвращаться к самому интересному. Ну, собственно, к самому гаджету. Что видно сразу, это Always-On Display. То есть показывает на выдачном экране время и дату, и всякие уведомления. Это здорово. Думаю, фишка полезная в любом случае. Давайте немного посмотрим, что у нас тут по всяким разъемам и так далее. Снизу 3,5 миллиметра. Аудиоразъем порадует тех, у кого все еще проводные наушники, кто не пользуется. Разъем USB Type-C. Для флага дело уже привычное. Микрофон, динамик, ничего интересного. И оп, стилус. Вот эта штука я еще не пользовался ни разу. Достаем. Достаточно туго. Мне надо приноровиться так. И сразу он предлагает нам химик написать. Давайте попробуем. Так, аккуратненько, что не прожимаю. Вот такие вот пироги. Ну, в общем, с пером надо будет еще разбираться, конечно, со всеми еще его возможностями. Но, вот по первым ощущениям, писать прям приятно, прикольно. Как будто действительно ручкой пишу в блокнотике. Дальше. Слева. Ну, это у нас кнопка регулировки громкости. Кнопка Bixby. Пока про нее ничего сказать не могу, но все ругаются. Кнопка включения. И сверху лоток для сим-карт. Вроде бы их должно быть. Две. Давайте сразу посмотрим. Точнее, не вроде бы. Точно две. Неинтересно, как они с картой памяти отдельно, не раздельно. Что-то это манекки. И все. Да. Использовать вторую сим-карту памяти не получится. Исчез. Как исчез? Последний мой флагман с геокси. Это был S6 Edge. И там он был. Исчез инфракрасный порт. Жаль. Было удобно. Не надо было вставать. Искать пульт от телевизора, кондиционера. И всего другого. Но я другим не пользовался. Ладно. Давайте посмотрим, что у нас. Вот тут, да, кстати, наш описание, но он сохранил. Можно ее сразу посмотреть. Так. Ну, внутри. Grace, кажется, UI. Это все называется. Давайте зайдем в настройки. Software Information нам, пожалуйста. Android 7 версии, но вроде бы уже есть 8. Потом, когда подключу к сети, это посмотрим. Точнее, я уже посмотрю, а потом в обзоре вам расскажу. И сзади. Сзади двойная камера. Пульсометр. Вспышка. И сканер отпечатков пальцев. Честно говоря, пока не представляю, как буду пользоваться. Вот я вот держу телефон. Тоже взял. И... Короткий палец. Или длинный телефон. Ну, как-нибудь, да. Приноровлюсь. В общем, на этом давайте надо, наверное, заканчивать. Пишите в комментариях, о чем сказать. На что стоит обратить внимание, если у вас уже есть опыт общения с этим телефоном. Что вам интересно. В общем, накидывайте мысли к обзору. Вопросы. Обязательно постараюсь все это учесть, когда буду делать полный обзор. Всем пока.